Привет всем, с вами Алексей Блэк и канал АйДига. Специи и пряности не только ваш главный друг на кухне, они также помогают раскрыться вашей красоте, как и вкусу блюда. Поэтому, без лишних предисловий, сегодня мы покажем вам, как приготовить несколько омолаживающих масок для лица на основе специй. Поехали! Добрый день, меня зовут Алена, я визажист. Прежде чем использовать маски на основе специй, обязательно проведите тест на аллергическую реакцию кожи. Для этого смесь нужно нанести на запястье или шею минут на 20-30, затем смыть и подождать пару часов. Первой на очереди будет маска с корицей. Для жирной кожи она отлично очищает поры от загрязнений, а также обладает антибактериальным эффектом. Кроме того, она помогает биологически активным веществам глубже проникать в кожу. Берем 3 чайные ложки овсяных хлопьев, 3 чайные ложки сухого молока и 3 чайные ложки корицы. Добавляем немного воды и все это тщательно перемешиваем. Наносим маску на лицо и оставляем на 3 минуты. Историческая справка. Впервые применять пряности и пряные эфирные масла, косметических целях, начали в южных странах с жарким климатом для защиты кожи лица от пагубного воздействия окружающей среды. Следующая маска будет на основе куркумы. Вещества, входящие в ее состав, придут вашей коже блеск, а также избавят от некоторых воспалений. Готовить такую маску очень просто. Добавляем чайную ложку густой кашицы куркумы, также чайную ложку сухого молока и добавляем воды. Тщательно все перемешиваем. Перед тем, как нанести маску, не забудьте очистить лицо и шею от загрязнений или от косметики. В составе почти всех пряностей есть вещества, называемые антиоксиданты. Они замедляют процесс старения. Так что, делая домашние маски с пряностями, вы не только сделаете себя красивыми, но и сохраните эту красоту как можно дольше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был канал iDigar.